я очень волнуюсь когда выступают перед вами и не потому что мне страшно выступать нет потому что я понимаю глубину ответственности за то доверие которое оказали мне сотни тысяч человек со всего мира вложив свои инвестиции в технологию skyway вот поэтому я всегда волнуюсь рад приветствовать вас на четвертом как афесте 10 в мариной горке вы какие-то парке skyway этот небольшой белорусский городок благодаря нам и вам всем стал известен во всем мире по меньшей мере в двух десятках стран где проживают наши инвесторы а видимо многих из этих стран даже не знали что есть такое государство беларусь так как она воспринимается многими за рубежом как часть россии и не в центре европы европа где-то там в сибири за уралом бывший танковый полигон где совсем недавно во время земных работ нашли очередной не разорвавшийся снаряд стал еще краше посмотрите вокруг себя и вы убедитесь в этом сами заложено в основу сковое решение которое мы демонстрируем здесь белорусском инновационном центре струнных технологий в центре европы имеют глобальный преобразователь потенциал мы опережаем весь мир минимум на 10 лет и к нам уже приезжают из многих стран учиться а из японии недавно приезжали к нам за вдохновением хотя по большому счету мы еще стартап так как пока не вышли на мировой рынок с коммерческими проектами мы создали серьезную материальную базу и нематериальные активы без чего невозможно проектировать и строить инновационные комплексы skyway любой заказчик и неважно с какой он страны хочет увидеть три составляющие первое реально работающую и сертифицированную технологию второе рыночную привлекательность предлагаемых решений и третье команду и активы материальные и нематериальные необходимо для реализации адресных проектов все перечислено у нас уже есть и мы решительно движемся вперед к достижению самых амбициозных целей у инженерной компании за основной технологии то есть у всех наших инвесторов сегодня имеется основные средства на сумму более 16,6 миллионов долларов 36 зданий и сооружений более 3000 единиц машин и оборудования том все компьютеров ноутбуков мониторов 32 автомобили десятки тысяч единиц инструменты инвентаря другого имущества нематериальные активы на 2 миллиона 700 тысяч долларов это профессиональный софт том числе права на программное обеспечение 3d experience и права на пользу земной и вот что самое важное считаю сформированный деньгами и зарегистрированную установленный фонд размером 56 миллионов долларов шаг это примерно столько же сколько у такого белорусского гиганта как минский завод колесных тягачей но который делает ракета ракетовозы это известный завод авиатока в минске есть еще ряд компаний кроме заострованные технологии которыми владеет жития и global transport investment то есть все инвесторы в технологию skyway они являются собственниками недвижимости офисные производственной суммарно площадью более чем 10 тысяч квадратных метров менее чем за четыре года с начала проектирования первого битого колышка на бывшем танком полигоне площадью около 36 гектаров это вот здесь впервые в мире с нуля построена 5 демонстрационно-сертификационных тестовых комплексов skyway разных типов общей протяженностью более четырех километров мы постоянно совершенствуем технологию для чего собственно и создан к технопарк логике на 100 лет уже проведена модернизация полужёсткой путевой структуры на вот здесь вот с целью увеличение разоподъемности три раза раньше юнибак ездил а сейчас уже мод юнибус который весит около четырех тонн на ферме на струнной эстакаде произведена модернизация дорожки качения подголовку рельса ленточного типа что на порядок повысило ровность пути именно неустранимая микронеровности проката стандартных стальных профилей создают сегодня основные проблемы с плавностью хода и шумом придерживаются разные типы инновационных бестыковых головок рельсов не будет даже сварных швов которые также создают небольшой дополнительный стук при качении колеса из-за локального изменения локальное изменение твердости в сварном шве построена вся необходимая инфраструктура второго уровня станции стелочные переводы многокилометровые инженерные сети водопровода канализации системы энергопреспечения с сетями общей мощностью около 1000 киловатт системы связи интеллектуального управления оснащенной системой датчиков и техническим зрением заканчивается строительство 6 тестового комплекса почти километровой длины но он справа от вас справа от вас там видны эти опоры арочные стали отработки стандартов для природно-климатических условиях условий объединенных арабских эмиратов том числе для обкатки подвижного состава в тропическом исполнении изготовлена в минске перед его поставках дубай абу-даби шаржу и другие города и регионы стран ближнего востока и азии нами уже разработано 11 принципиально разных моделей инновационных рельсовых электромобилей которые были изготовлены на собственном производстве созданном с нуля и оснащенном самым современным станочным оборудованием на базе одной из пассажирских моделей а именно юникара изготовлены две модификации одиночная машина и сочиненный из трех секций вот мы снова взяли 3 ну токсикционный уникар а потом разделили их и вот бега 2 уникара это то что было мы сделали из поезда из уникаров и а также выполнена еще одна совершенно новая тропическая модификация четырехместным салоном без исполнения это для поставки шаржу на тестовый участок а ведь каждой из этих машин сложнейшее транспортное средство не вступающие по своей сложности самолету и значительно превосходящего по своей новоценности тоже электромобиль тесла я поставил специально этого билта слой по мою тормобиль рядом с июне вас а высокоскоростной чтобы посмотрели инновационную станет вам мы спрактировали и а высокоскоростной юнибус это что же электромобиль это электро а юнимобиль тоже электромобиль но для асфальта но есть и для рельсового электромобиль потому что мы сделали в логике автомобиля они поезда паровоза потому что наше транспортное средство это разновидность автомобиля только на странных колесах мы спроектировали изготовили еще одну эффективную машину юнилайт там он стоит а не знаю вы видели или нет за юникаром этот наш продукт уже есть заказы в следующем году первая коммерческая трасса будет введена устройств тестом режиме есть поговорка сапожник без сапог портной без порток но это не относится ко мне автору генерального конструктора skyway поэтому первый заказ на коммерческую трассу поступил за уставной технологии от фермерское хозяйство юницкого что находится по соседству как с ако технопарком справа от вас вот там за странным ограждением то есть я как фермеру плачу за проектирование трассы плачу за изготовление то есть это коммерческий заказ а не просто там по плату мне делать это бесплатно нет в этом оплате по супер легкой трассе шестиместными него это мы после их сертификации планируется доставлять всех вас продукцию это затем после опытной промышленной отработки рыбаков и отдыхающий отдыхающих к озеру надежда вам там озеро находится что в километре отхода фермерское хозяйство трасса пройдет над прудом и лесом 5 модели транспортных средств названную название которых начинаются на юне уже сертифицированы настоящее время в активной стадии разработки находится еще четыре новые модели наших рельсовых электромобилей их новизна принципиально и заключается не столько конструктиве сколько в идеологии методологиях и глубине внедряемых комплексных подходов индустрии 4.0 и цифровизация производства для skyway это то настоящее которое позволяет получать результат уже на ранних этапах разработки и обеспечивать техническое сопровождение модернизацию продукции на протяжении всего жизненного цикла мы создали грузовой дрон грузоподобностью полторы тонны на базе серийного российского вертолета к 26 он уже летает самостоятельно ведь дрон я многих разочарую что такого дрон это тот вертолет который летает самостоятельно по маршрутному заданию без пилота и диспетчера вот это и есть настоящий дрон это то что является роботом потом дронов как таковых на самом деле нет хотя многие считают что дрон это радио управляемая игрушка из детского мира с множеством винтов которые тоже летают это не дрон носом а вот тот кто понимает том числе военные просто в шоке как вам и 3 сюда сделать такие сжатые сроки за такие мало деньги мы не смогли это сделать даже за 10 лет чтобы мы и дальше могли совершать затем продавать эти уникальные летательные аппараты недавно приобретен собственность даже небольшой аэродром без аэродрома слетная лицензия нам негде было испытывать их и сертифицировать а без испытаний сертификации и налета часов как мы можем продавать а рынок для них очень большой нам удалось сделать невероятно создать не только мозг дрона обучить его создать органы чувств томте техническое зрение он видит но и оснастить большой и мощный вертолет где сидел пилот 12 разработаны нами исполнительными механизмами которая в управлении вертолетом заменили руки и ноги пилота они просто взяли вертолет и он там стал сам стал летать не полетит сам по себе мы спрактировали наладили производство целой линейкой электрических мотор колес собственной разработки от несколько киловатт до 100 киловатт мы создали уникальный социальный электромобиль и не мобиль он там стоит в начале площадки для инвалидов колясочек of который водитель может заехать на разработанном нами же электрическом инвалидном кресле и сидя в нем осуществлять управление автомобилем но поскольку электромобили для свадьба не наш профиль то даст станет скоро самостоятельным бизнесом мы намерены продать разработку с прибылью для нас то есть деньги что мы вложили в него с процентами нам вернуться это тоже бизнес для инжинированной компании мирового уровня ключевым конкурентным фактором является наличие подготовленных и обучены специфики сквей инженерных и рабочих кадров а это сегодня интересно цифру более тысячи мы преодолели как-то незаметно тысячу перевалили через него нас уже больше тысячи сотрудников а3 с небольшим года назад я один здесь после скандала в литве спровоцированных там желтой прессой я стоял здесь поле 1 взрывал к небесам господи что делать это было всем не да и среди этой тысячи это инженеры и конструкторы проектировщики дизайнеры технологи логисты строители экономисты еще десятки специальностей для проектирования строится эксплуатации новых транспортно-инфраструктурных комплексов грузовых и пассажирских городских и высокоскоростных международных включая принципиально новые транспортные эстакады подвижной состав и инфраструктуру второго уровня в армииционную структуру за основной технологии уже входит более 80 отделов и конструкторских бюро иногда нам говорят у вас конструкторское бюро да у нас их 80 штук конструкторские бюро а не одну в том числе специально конструкторское технологическое бюро с опытным производством где мы все это изготавливаем для сравнения у мировых отраслевых лидеров на формирование таких команд профессионалов уходит десятилетия если взять глобус и не вращая его наугад пнуть пальцем любое место а затем оценить степень развитости здесь транспортной коммуникации то мы в 99 процентов случае увидим здесь нужен skyway поэтому для защиты нашего бизнеса том числе от мировых конкурентов мы активно защищаем нашу индивидуальную собственность и патентуем свои научно-технической разработки десятках стран уже получено более 60 патентов более 60 на промышленные образцы товарные знаки изобретения в белоруссии россии австралии китай японии ша канаде индии объемных арабских эмиратах 23 странах европейского сообщества и ряде других государств я уже не буду впечатлять их много регистрация объектов чудали собственно в разных государствах позволяет не только юридически корректно войти соответствующие рынке со своей продукцией но обеспечить ее защиту от не от несанкционированное использование и недобросовестной конкуренции у нас хватает недобросовестный конкурент ну и радоваться этому не надо что их много но вы пугаться не надо они нас стимулирую особенно меня они меня стимулируют чтобы еще быстрее еще больше сделать так что спасибо такой вкратце перечень имеющийся в распоряжении инвесторов и группы компаний skyway материальных и нематериальных активов составляющих самую важную часть того арсенала с которым мы ведем борьбу за мировой рынок самой коррумпированной отрасли транспортной это борьба чем дальше чем жестче будет вестись против нас есть никогда ни при каких обстоятельствах не будет подложек и у нас на этот счет не должно быть никаких иллюзий надо слышу предложение почему не продаете не бусы ведь уже 5 типов из них сертифицированы на самом деле мы не можем продавать унибусы они сами по себе никому не нужны генри форду было проще он делал только автомобили не занимался асфальтом мостами развязками заправочными станциями металлой системы управления и так далее и кто не был конкурент телега дирижанс карета которых тянуло по грунтовой дороге лошадь такого конкурента легко можно было обогнать прямом и переносном смысле мы же создаем думайте снова отрасль и не как науку а как рыночный продукт науку легко делать статью написал все стал кандидатом доктор могу академиком а надо это или кому-то не надо ну а мы должны продать то что мы создаем очень сложный даже сверхсложный продукт превосходящий мировые аналоги в разы они на проценты которые включают себя принципиально новые рельсовые электромобили производить на напряженную рельсострунную стакаду и инфраструктуру второго уровня станции вокзалы грузовые терминалы стрелочные переводы ремонтные мастерские энергописпечения связь и там система управления еще много чего другого мне уже язык устал перечислять а мы это даже все спроектировать и сделать эти что-либо с перечисленного мы не создадим или сделаем покажем частично или но не дотянет до высоких требований мирового уровня и более того не произойдет его то нашу продукцию никто не купит вдумайтесь в сложность того что мы делаем и конкретно у нас не просто какая-либо модель автомобиля тоже это мобиль тесла я не что его конкурентом а мировая автомобильная отрасль целом отрасль со всей транспортной инфраструктуры змеющий столетнюю историю и не просто какой-то там трамвай а вся мировая же дорожная отрасль опять же со всей своей транспортной и сопутствующей инфраструктурой которая создавалась 100 лет это и больше вода помнить что современная транспортной отрасли за 100 с лишним лет усилиями нет тысячи а миллионов инженеров сформировались современные очень высокие требования по комфортности надежности безопасности эффективности транспорта и транспортные услуги и не очень сильно отличаются от аналогичных требований во времена генри форды братьев райд поэтому им было значительно проще и легче создавать автобиостроительную авиационной отрасли и выходить на мировой рынок только с небольшой маленькой частью этих отраслей а именно с достаточно примитивными на сегодняшний взгляд транспортными средствами а еще наши юнибусы сравнивают с айфонами которые разлетаются как горячие пирожки юнибусы почему-то нет но ведь афон легко продать не только потому что он хорош сам по себе но и потому что цена в пределах 1000 долларов и он откупить любой сделающий без всяких тендеров народных экспертиз ну вот там посоветоваться с мужем женой там с родителями и купит не нужно забывать это что и фон как рыночный продукт появился через тридцать один год после создания компании в то время как компания стран технологии было создано всего четыре года назад кроме того нам необходимо продавать не изделие весом 100 грамм адресные проекты речи стоимость которых даже самых скромных начинаются от 100 миллионов долларов с изготовлением поставка и монтажом сложнейших инновационных металлоконструкций общей массы в тысячи а то и десятки и сотни тысяч тонн причем чтобы реализовать любой такой проект являющий не столько транспортным сколько транспортно-инфраструктурным объектом необходимо выполнить комплекс работ который может растянуться на годы первое необходимо адресная сертификация комплекса skyway например городского а не только его не самой главной части и у него свои ли лучшем случае адрес на адаптации технологии природно климатическим и иным требованиям страны строительства второе необходимо пройти адресный тендер чтобы фонд продать то это не нужно где должны быть и представлены другие конкурентные продолжения других компаний третье должны быть пройдены многочисленные согласования с органами власти а также получены адресные экспертные заключения как полосы стороны конкурентов трассмага тут ко мне подходил с твердой экадембурга наш активист который продает проект и была встреча с мэром и мэр говорит ну да конечно интересно этот проект но как-то в россии больше нигде нет вот где-то будет в россии тогда я это буду использовать он говорит слушайте ну в дубае уже вроде как начинаю строить быть на что мне дуба дубами не авторитет надо чтобы россии где-то было тогда я тоже начну строить кроме того что особенно важного большинства потенциальных покупателей ну как и в екадембурге то есть у заказчиков на такую дорогую покупку просто-напросто нет денег они предлагают нам построить для них объект за наш счет ну как-то не хочется за наш счет строить при этом никто процессе получения заказа не отменял недобростройство конкуренцию интересно много автомобилей продал бы генри форд и вообще смог бы он создать новую отрасль если бы самое читаемо газеты ша нью-йорк таймс и вашингтон пост годами годами писали бы о том что он мошенники жулик что он создатель финансовой пирамиды которая вот вот рухнет что он русский шпион и внук польских шпионов что у него автомобили нет никаких инноваций а каждый покупатель автомобиля форд получал бы сотни угрожающих и оскорбительных писем с требованиями отказаться от покупки при этом чтобы в компании форд не шли работать хорошие специалисты под навязанным недобросовестной прессы предлогом вашу компанию все равно скоро закроют а вас посадят тюрьму для чего-то говорю ни в коем случае не того что пожалуйста как нам тяжко и сложно работать нет я это говорю для того чтобы и наши инвесторы понимали реалии которых мы работаем они витали в облаках нарисованных инвестиционными фондами привлекающими инвестиции skyway по системе крауд инвестинга действует отметить хотя в названиях этих инвестиционных фондов и присутствует слова skyway вы внимательно сейчас меня послушать они не входят в группу компаний skyway и я и наши сотрудники не имеют к их созданию где-то си никакого отношения эти фонды не аффилированы со мной и созданы как отдельный бизнес с одной единственной целью продажа нашего нашего специфического товара далее в холдингах далее в холдингах входящую группу компании skyway это чисто продавцы и среди них нет специалистов профессионала по нашей инновационной струна технологии естественно любой продавец на любом рынке хочет зарабатывать деньги и проводит зазовая покупателей собственному маркетингу политику когда полностью лежит на его совести а не на моей нашей компании заново струны единственного единственная возможность нам влиять на эту работу этих фондов давать либо не давать им нашу долю продажу можно конечно же не давать но тогда инвестиции на развитие технологии не будет вообще правда о нас перестанут плохо говорить и писать я нас скоро забудут так как мы исчезнем с рынка наше место за мы те же китайцы так как их мудро правительство щедро финансирует инновации правные технологии мне тоже много вопросов по поводу эфиральных выплат инвестиционных фондах как уже сказал к этим опытом я не имею никакого отношения но я могу ответить на вопрос другим вопросом сколько средств мировые лидеры тратят на рекламу уверен еще больше чем инвестиционные фонды тратят на реферальные выплаты для этих же целей десятки тысяч наших инвесторов как говорится работает в поле и тратят на рекламу skyway свое время свои силы и свои деньги я не вижу ничего плохого в том что их труд получают достойного вознаграждения я не вмешиваюсь это я не делаю это но я не вижу в этом что-то плохое что они получают реферальное вознаграждение от нормально они работают но остальная часть инвестиций которые приходят к нам мы тратим на реальную работу но это видно же собственно как все другие мировые лидеры и эти инвестиции к нам честно доходят хотя один ставится немало приплом том все существующие банковской системой отживающий свой век эта система скоро закончить а лисич вокруг и вы сами сможете убедиться в этом инвестиции предназначен для создания развития технологической вы реально вложены в технологической вы не только белоруссии но других странах первую очередь в объемных арабских эмиратах поэтому именно с этих позиций нам не следует не следует жаловаться на работу инвестиционных фондов skyway не надо я не жалуюсь на их работу я просто констатирую чтоб правильно понимали реалии еще даже можно отметить что в разных странах слова skyway входит название отелей магазинов и даже авиакомпании и мы тоже несем никакую ответственность за их работу нам подобность три года чтобы сформировать научный и проектно-конструкторский коллектив способны создавать как это способный транспортно инфраструктурный продукт на первый взгляд 1000 сотрудников это много на самом деле это очень мало для решения стоящих перед нами масштабный задач как как-то срочных так и долгосрочных по созданию самого крупного бизнеса за всю историю цивилизации и мы испытываем серьезный кадровый год примеру наших ближайших конкурентов созданы причем для решения более узких задач инженерные коллективы в десятки тысяч высокофальциальных сотрудников правда у них на это было не одно десятилетие и соответствующие бюджеты а у нас на это не времени не денег нет мы должны конкурировать здесь и сейчас то что многие из наших инвесторов считают лишней трата времени денег большое количество тестовых участков в разных странах большая линейка вновь создаваемого подвижного состава интенсивное расширение производства на самом деле является нашим главным основным конкурентным преимуществом нам все потенциальные заказчики говорят у вас гибкая технология подвижный состав имеет вместимость от 2 до 300 пассажиров можете пройти любым пролетом на любой высоте разными вариантами путевой структуры от легкой до тяжелой чтобы обеспечить пассажиропотоки от 1000 до 50 тысяч пассажиров в час пик мы готовы удовлетворить любое наше требование и вы реально можете все это нам продемонстрировать том числе в нашей стране поэтому выбираем вас они тех кто на рынке 100 лет и предлагать неэффективные дорогие транспортные технологии пусть и давным-давно сертифицированы и в это сделали в кратчайшие сроки с нуля за небольшие деньги при постоянном сопротивлении травлю потому мы вам верим когда мы начинали разве было известно что из-за ложных обвинений спровоцированных желтой прессой в литве у нас все отнимут попытаются посадить меня в тюрьму а беларусь уже белорусская желтая пресса вот годами клеветать и судят ложь оскавея его создатели что сформирует у большинства местных чиновников стойкое мнение о несбросовственном беларуси строители финансовых приамид и потемкинских деревень вот это пресса желтая считают потемской деревне вот это все а было ли известно заранее что нам не продлят участок земли до длины 20 километров хотя мы потратили на этот землетвор более двух лет собрали 16 согласовали с печатями начиная от газовиков связистов энергетиков и заканчивая лесничеством пожарниками мчс но нам отказали на уровне администрации президента и посполкома минской области да я обещал скорость 500 км в час но это не для городского транспорта всего расстояние между станции менее одного километра а для высокоскоростного международного юнибуса которым необходим при комфортном ускорении 1 метр секунду в квадрате тут разгона порядка 10 километров только путь разгона и столько же комментов для торможения вот там мы можем получить 500 г вручу поэтому к моему большому сожалению кто не сможет увидеть скорость 500 который сейчас здесь в катит на парке на участке диной но целых девять десятых километров и у эту скорость 500 км часу видит правда года через два два с половиной быстрее такие масштабные тестовый трассы не строится наши арабские друзья и партнеры которые выделили нам участок земли длиной 25 километров именно для этой цели а примерно еще через полтора-два года наши партнеры увидят и скорость превышающую 1000 километров в час на что также выдано участок земли длиной еще больше 60 километров на такой гиперскоростной фору вакуумной технологии я начал работать более 40 лет назад и в научной монографии струнной транспортной системы на земле и в космосе переизданной в этом году в третий раз вы можете ее приобрести эту монографию при да даже иллюстрация нарисована акварелью те времена еще не было компьютерной графики подводным формакованный тоннель через океан из лондона в нью-йорк 6 часов пути и пассажир окажется на другом континенте причем быстрее безопаснее безопаснее чем на самолете и такие масштабные проекты не пугают наших арабских партнеров они наоборот вдохновляют их как и программа space way вынесение земной индустрии космическое пространство я услышал недавно от высоковоста на чиновника эмиратов такие слова сказано мой адрес при этом он держал мою руку двумя руками и смотрел на глаза мы счастливы что вы пришли в нашу страну с прорывными технологиями наш дом это в ваш дом кстати пару лет назад я услышал до русского чиновника такого же уровня министра транспорта правда уже бывшего совсем другие слова которые высказаны здесь нашем доме вот в гостевом доме выходить на парке присутствие вице-премьера правительства белоруссии это skyway с их юнибусами никому не нужен здесь нет никаких инноваций а юницкий преступник это он так сказал наше научное исследование и наша инженерная школа создана мною как бы к нам не относились на моей родине и впредь останутся белоруссии никуда мы собираемся отсюда уходить например для тестирования денег узлов и агрегатов мы даже построили лабораторный комплекс он там он находится вот тут здание за строящей 6 линии скоро там полным ходом пойдут испытания различной конструкцию наших рельсов колес так а сиома на износ шум долговечность только эксперимент даст результат причем это надо проехать миллионы километров мы на трассах не можем и только на стендах некоторое помещение там усилены бронезащитой так как например при скорости свыше 500 км в час при разрушении тестового колеса осколки могут разведеться на несколько сот метров подобные случаи бывали и автомобилистов и железнодорожников и мы не хотим и мы хотим избежать этого еще на стадии проектирования эти исследования нам жизненно необходимы чтобы обогнать всех и навсегда например железнодорожники вот уже почти 200 лет совершенствует колесо его гребень у которого десятки разновидностей казалось бы что в этой железяке еще можно совершенствовать но это не так совершенствование любого технологического продукта должно продолжаться весь жизненный цикл технологий а транспорте это сотни лет а и так сделать что-то получилось и забыл нет иначе лет очень быстро догонят и перегонят нас и разработчик со всеми собранными инвестициями канет небытие кроме беларусь являющийся северной страной мы стоим национные центры технологии skyway уже в тропийском исполнении объемных арабских эмиратах шаржей на территории технопарка американского университета где мы получили 28 гектаров земли создается инновационный транспортный кластер skyway где спланируется построить городскую пассажирскую грузовую тестовые демонстрационные комплексы с трассами длиной по два с половиной километра что позволит дощи скоростей 150 км в час беларуси с тестовыми трассами длиной 900 метров мы такие скорости получить не можем или тестово дороге нам необходимо не только для получения высокой скорости для сертификации сковые тропических условиях но для демонстрации высокой производительности производительности струнных дорог грузовые не континет раки смогут перевозить здесь морские 40-футовые контейнеры и грузы массой до 35 35 тонн а городские груза и пригородные сочлененные унибусы смогут мести с комфортом до 300 пассажиров такой большой тяжелый транспорт мы тоже не смогли бы продемонстрировать белоруссии так как эстакады в этих на парке не рассчитаны такую большую нагрузку первая фаза проектов шажер с гибкой путевой структуры протяженностью 400 метров со всей инфраструктуры инженерной сетями автомобильными дорогами станциями вип исполнении и первым эмиратах деревянным домом мы получили даже специальное решение короля шейха шаржи настоящее домов то что законы шаже за еду в эмиратах запрещает строить деревянные дома а там и разместиться наши штаб-квартиры сквы в skyway достраивается начнет тестироваться вместе с тропическим уникаром примерно через два месяца попаданием и мы там не просто трассу мы служить на структуру даже для того чтобы разровнять территории поднять до требуем отметки там несколько сот тысяч километров земли пришлось привести песка то есть там не только опоры ставится много работ ведется в даме мы будем создавать мировой цент технологии skyway для международных высокосадных перевозок со скоростью до 500 км в час и гиперскоростных перевозок фар вакуумом тоннеле со скоростью более тысячи километров в час чуть мои мысли не улетели к этим работам и планируем приступить 8 этого года так как процедура землетворда столь притяженного участка заняла более года инвестиции в этот проект составят около миллиарда долларов без тестирования опыта промышленной отработки транспортно-инцентруктурных комплексов skyway городские грузовых высокоскоростных международных правда климатических условиях аналогичных адрес на проекту не будет ни одного заказа сейчас нам это стало абсолютно очевидным хотя даже год назад мы не знали что это является обязательным негласным условием для получения заказа на адресный проект а поскольку реальные процессы сдвинулись проекты сдвинулись на восток в тропике где руководство стран есть потребность новом транспорте и на проекты даже масштабные есть деньги то мы не продолжили биться головой глухую стену в тоже беларусь и россии а пришли в эту удивительную арабскую страну через открывшуюся для нас инновационную дверь сейчас нам стало понятно что никакие инициаторы и активисты сетевики из инвестиционных фондов не способны привести нас к адресным проектом более того они своим непрофессионализмом кавалерийскими наскоками отталкивают скорее даже отгоняют и отпугивают потенциальных заказчиков от технологий skyway опыт австралии индии индонезии да и других стран то тоже вьетнама это подтверждает хотелось бы тоже осветить один еще на еще один вопрос которым интересуется часть наших инвесторов и на криптовалюта на самом деле мы ею не занимаемся специально ведь крипто это побочный продукт нашей более масштабной программы это супер важно для всех нас программа создание надежной системы безопасности и интеллектуального управления струнными технологиями и адресными проектами skyway которые со временем объединяться в единую мировую сеть транснет с миллионами затем и миллиардами пользователей по которым будут курсировать миллионы рельсовых автомобилей с названиями начинающимся на юне где ежесекундно на миллионах бортовых линейных и диспетчерских компьютеров будут происходить миллиарды управляющих контролирующих и расчетных транзакций то есть серии операций по обмену информации результате которых система будет носиться изменения и вся эта работа будет происходить под защищенным технологиям блокчейн потом трасснете должна быть своя расчетная единица аналог криптовалюты которые не надо манить специально образно говоря когда опора при проведении него свобод мани токены выплачивая дивиденды владельцев от опоры за ее использование вот для чего нам нужно крипто на самом деле такая система поможет избежать временных проволочек ошибок и сведет к минимуму негативное влияние человеческого фактора кроме того блокчейн способен обеспечить сохранность элементов и объектов с помощью крипто графических методов например благодаря этой системе струнные рельсы невозможно было будет подделать или заменить на некачественный аналог добытый токен это единица учета которая будет использована использована для обеспечения цифрового баланса в активе любого адресного проекта таким образом расчетная единица в системе skyway станет обеспеченной реальной экономикой чего нет ни в одной крипте и будет тем крепче чем больше будет от разных проектов и тем тем больше будет перевозиться по ним пассажиров и грузов им на технология блокчейн позволит во всех проектах использующих струнные технологии объединить экономику управления транспортной перевозки пассажиров и грузов энергетику телекоммуникации и связь единый коммуникационно-инфраструктурный комплекс охватывающий планету и заходящие ее самые глухие уголки и вот здесь кроется разгадка почему криптовалюта skyway до сих пор не выпущена в свет многие задают себе этот вопрос а потому что она идет связки с адресными проектами у нас есть план это придет скоро очень скоро тогда когда будет подписаны контракты в общей сложности на сумму порядка 10 миллиардов долларов еще раз подчеркиваю это произойдет достаточно скоро всего ряда обстоятельств перечисленных ранее более подробную информацию наших планах я раскрывать не могу и не буду народная мудрость гласит хочешь насмешить бога расскажи ему о своих планах если совсем коротко не вдаваясь подробности то у нас есть еще одна цель не плана цель на международной выставке экспо 2020 в дубае дисковые будет обширно из позиции мы будем иметь все возможности что подписать контракт еще примерно на 50 миллиардов долларов и мы к тому времени будем полностью готовы у нас будут созданы производства для серийное изготовление подвижен составу элементов рельсо струнных эстакад инфраструктуры не только в белоруссии но и других странах а тоже год сущена опытная промышленно отработка сертификация транспортно инфраструктурных комплексов скалы не только в северных но и тропических условиях и мы это сделаем вы видите как мы быстро все работаем да в этом году произошло еще очень знаковое событие для нас скай вы был определен числе партнеров и экспертов по программе устойчивого развития организации объединенных наций в инфраструктурной технологии умные города это говорит о том что в умных городах будущего предпочтение будет отдана самому экологичному самому эффективному и самому безопасному транспорту второго уровня скайвэй струй скайвэй спасай планету спасибо за внимание надеюсь не утомил вас а а Играет музыка Субтитры сделал DimaTorzok